Такая тема, которой очень мало уделяется внимания. Обычно, действительно, человек приходит, ему говорят, типа, «Да, не пытайся, ничего, я закрытый гардерс, я худел, тебе надо проходить, и все это не работает, короче, можешь даже не пытаться, тебе просто руку отломать». А потом кто-нибудь на соревнованиях такой, вот так вот. А, хорошо. Ну, чего страшно, ты ставишь, что пишешь… Я лежу, туплю. Потом ты его душишь, а он ломает руку. А я не могу ничего сделать и засыпаю. Стас, история такая. Парень прислал вопрос, ну, дабы не раскрывать его личность, мы не будем называть имя, фамилия, отчество, адрес и номер кредитной карты. А вопрос в следующем. Он слышал, что, находясь в закрытом гарде сверху, нельзя задушить и нельзя сделать никакого болевого приема. Но, как он пишет, в поединках… Как он пишет, видимо, он понял в человеке время, что его где-то когда-то… Да, да. Вот. И когда он борется с дзюдоистами, он время от времени попадается на удушку из гарда сверху, и даже на американу. Да. Вот, собственно, ответишь ли парню на вопрос, где его ошибка, что он делает не так, и вообще, что делает с этими дзюдоистами. А была такая фраза у него? Или из гарда душить нельзя никому кроме дзюдоистов? Это глубоко философский вопрос. Я не готов на него ответить насчет дзюдоистов. Но что касается защиты от удушений и то, почему они работают иногда, наверное, смогу ответить, но это не точно, естественно. Серьезно, тот вариант, с которым я сталкивался чаще всего, это делают ребята из дзюдо, из дзюдо, связано с тем, что, я так понимаю, что у них очень мало времени в партере, чтобы реализовать какую-либо технику. Поэтому они бросаются, ну, неважно откуда, главное попробовать. А там, ну, если получится, зашибись. Если нет, ну, как бы ничего не потерял, все равно подняли. Внахлёст душа. То есть, один лапел идет слева направо. Вот так, внахлёст. И рука, в принципе, прямая. Человек обычно не на коленках, а встает на ноги, чтобы включить вес. Да. Вот такая штука. И особенно, если Леха начнет вот этой рукой тянуть, то, ну, решение идет. Вот, собственно. Почему эта штука работает? Ну, во-первых, да, он этой рукой тянет, эта рукой давит меня лапелом, у меня появляется эффект петли, да, соответственно, ну, в принципе, так реально отъехать, да. Почему это в джиу-джицу не распространено? Потому что люди боятся выпрямлять руку и т.д. Да. Но есть такой момент. Если я ничего не буду делать, просто вот так тупо лежать, то, естественно, я отъеду, да. То есть, рано или поздно он меня задушит. Почему эта удушка работает, ну, достаточно эффективно против людей, которые не совсем понимают, что надо делать, чтобы на нее не попасться? Люди, когда идет удушение, в попытках подвернуться на рычаг локтя открывают ноги, тем самым дистанция между нами сокращается, значит, удушение становится сильнее, и пока человек вот так вот мучится, он просто отъезжает. Поскольку, когда Леха душит, у меня голова зажимается, потому что идет давление на шею, я на самом деле не так легко могу подкрутиться на рычаг, как кажется. То есть, это вот так вот просто не подкрутиться, когда он реально давит на меня. То есть, давление не позволяет мне легко подвернуться. Поэтому, что происходит? Лех, ты сейчас станешь, чтобы сильно застенеть, иначе я не смогу. Вот она позиция. Что пытаются сделать люди? Люди пытаются, осознав, что идет достаточно сильное давление, но рука прямая, они пытаются выйти на эту руку. Они открывают гард, человек резко проваливается сюда вперед. То есть, если Лех сейчас начнет душить, очень сильное давление, потому что у меня ноги больше его не держат. А голова зажата вот этими захватами. И пока человек пытается вот так вот подкрутиться, и все. Вот это большая ошибка. Поэтому, можно? Чтобы избежать этого, ну, собственно, я использую две вещи. Первое. Когда человек только туда встает, начинает душить, если я чувствую, что пошло удушение, да, если у него длинные руки, иногда я свои коленки ставлю к его плечам, стопы в таз, тогда я могу просто оттолкнуть от себя за счет напрямления ног. То есть, вот я здесь. Пошло удушение. Я фиксировал руки. Старый раз, вот сюда, с ним стопы, и просто выдолкнуть его, насколько могу. Если я еще держу руки, то, в принципе, это, ну, какой-нибудь такой гард. Если что, я потом куда-то сюда его там затянул, дальше уже будет дальше. Но главное, видите, я порвал дистанцию, соответственно, ну, душить он меня больше не может. Это первое. Второе. Я никогда, на самом деле, не думал насчет этой техники, но мне показал один человечек очень важная деталь. Когда идет вот это удушение внахлёст, и ваша голова заблокирована, и вы не можете вот так вот крутиться под рычаг, что нужно сделать? Нужно сделать движение, как будто вот, как на разминке, да, вот этот мост, накат. Да? Я сейчас постараюсь все медленно показать. Вот, Леха, начинает надушить. Я вот так не могу подкрутиться. Мне-то чего, не подуши. Черт. Вот. То есть движение... Еще раз. Ну, тягаси медленно. Первое движение вот это. То есть я себя должен повернуть на это плечо, а это плечо оторвать с пола. Угу. Вот тогда я подкручусь, потому что если я сейчас попытаюсь, как вот, типа, как на рычаг закрытого гарда... Очень тяжело. Ну, очень, действительно тяжело, потому что я начинаю крутиться, он начинает за мной идти, а удушение-то идет, оно усиливается. Просто, ну, времени на меня работает. То есть если я успел, конечно, я ему оторву руку, но если я не успел, я отъехал. А вот когда вы делаете вот это движение, оп, вы уже на плече, и вы сразу встаете в такую свечку. То есть очень легко перекинуть ногу через его голову и сразу начать делать рычаг. Ребят, очень важно, чтобы движение начиналось вот прям с руки. Вот вы делаете мах, и как-будто хотите накатиться на этот плечо. То есть не как-будто, в принципе, так и хотите. То есть движение вот оно. Раз. Раз. Когда вы уходите сюда. Несмотря на давление. То есть, особенно, если человек прям вот реально давит. Вот. Вот оно движение. Следующее, я могу уже наступиться. Если не хотите, то... Вот, если не ногу, то я могу уже натягиваться. Это, собственно, основное. Что касается вот такого удушения, классический вариант. Упс. Сорян. Что ты? Ноготь? Не душите-то. Да. Следующее. Есть еще? Есть еще аниматоры? Смотри, я сейчас тебя буду душить. А на тренировках так? Первое время, когда я начал только это все осваивать. Целый месяц я почти каждый тренировок кого-то тушил до отключки. Натан, ты как? Ты как? Два захвата около шеи появляются только тогда, когда вам хотят дать пиздюлей. На самом деле, ребят, действительно спасибо, что вы присылаете вопросы. Потому что благодаря вам существует эта рубрика. То есть я не чувствую себя бесполезным. Вот. И, ну, иногда действительно бывают реально интересные вопросы. Вот такие обдуманные. Иногда, конечно, вопросы, которые ответ можно найти, в принципе, как говорится, just google. Вот. Но, в целом, бывают как бы реально интересные вопросы, на которые даже самому интересно порассуждать, да? Типа попиздеть там, попробовать, поэкспериментировать. Ну, ты же понимаешь, что google и, конечно, можно найти все ответы, но на английском языке. Да. Поэтому учите английский. И такая рубрика закрыта. Да, да, да. Окей. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok